КОНСТАНТИН ПЕКИНЁР КОНСТАНТИН ПЕКИНЦА КОНСТАНТИН ПЕКИНЦА В конце января, в начале февраля, буквально два месяца назад, я думаю, что к лету мы хотим это подразделение вывести на очень высокий уровень, не только поднять нашу статистику, сейчас она более чем впечатляющая, в принципе, у игроков Лолеров у нас до того, как капитан Лолеров попал в больницу, он смотрел 12-13 тысяч, его личные стримы, то есть это даже не командный стрим, если будут стримы с участием команды, цифры будут еще выше. Пока мы делаем первые шаги, делаем их чуть-чуть коряво, где-то некрасиво, мы просто пытаемся понять, как это все устроено, пытаемся понять, чего же нам не хватает, смотрим, как это можно улучшить и так далее. В апреле мы начнем активно двигаться в этом направлении, поэтому две такие на ближайшую перспективу цели, это сделать профессиональными трансляции М5 ТВ и открыть магазин. Далее, сейчас у нас появился состав по доте, это вывести наш дота состав на мировой уровень, то есть получается, допустим, девочки у нас там по факту сейчас действующие чемпионы мира, лолеры действующие чемпионы мира. Мы хотим, понятное дело, что там с дотой может быть будет чуть-чуть сложнее это сделать, но мы хотим, чтобы они как и кейсеры, там кейсеры у нас топ-4 мира. Мы хотим также, чтобы наши дотеры попали для начала в топ-4 мира и дальше начнем движение. То есть, как бы, одна из других целей не утерять те позиции, которые мы заняли в женском киберспорте и в Лиге Легенд и усилить свои позиции в направлении дота и Counter-Strike. Это следующая цель. Четвертая, наверное, самая-самая, что ли, главная такая, она важна и на коротких, и на дальних дистанциях, это подписать крупные компании, то есть обзавестись спонсорами, которые бы нам обеспечили бы должное финансирование, чтобы мы могли на очень высоком уровне воплощать те задумки, которые у нас есть. Потому что для нас первым правилом, когда я приходил в М5, я для себя ставил в приоритете высокий уровень всего того, за что мы беремся. Если мы что-то делаем, ну, как бы, мы не беремся за что-то, что-то будет у нас как-то коряво или, ну, скажем так, не очень. Поэтому для нас важно качество. Не количество имя, а именно качество. Ну, там, естественно, еще это уровень, скажем так, поклонников и читателей, последователей проекта Moscow Five увеличить в разы. Это тоже одна из таких самых важных наших целей, будь то социальные сети, будь то наш клубный сайт. За последние полгода-девять месяцев вам это уже удалось? Так, очень значительно. Прибавили, скрывать не буду, если, допустим, раньше у нас средняя посещаемость сайта была от двух до трех тысяч уникальных посетителей в сутки. Сейчас она на отметке средней где-то 10 тысяч. Да, там были пики, то есть, ну, как пока для нас рекорд, это там 135 тысяч уникальных посетителей в течение месяца. Причем в увеличение посещаемости мы не вкладывали ни капельки финансовых каких-то ресурсов, ни капельки трудовых ресурсов. То есть кто-то не заходил специально на какие-то порталы, не рекламил себя. Это все стихийно абсолютно происходит. Это за счет качества предоставляемого материала и за счет наших побед-достижений. Пока никто целенаправленно не занимался увеличением посещаемости портала Moscow Five. Поэтому я думаю, что это неплохая цифра. Окей, говоря о трансляциях, как ты себе видишь данное направление? Это будут наиболее высококачественные трансляции именно вот такого привычного исключительно интернет-формата? Или же предполагается какая-то студия, картинка, с которой можно видеть человека-комментирующего, будь то игрок или комментатор? Ну, то есть мы видим это следующее. Будет несколько направлений. Направление номер раз, привычное для всех, которое мы все знаем, это когда идет комментирование матчей с участием того или иного состава М5. Сейчас мы двигаемся в этом направлении, пытаемся, скажем так, заполучить в актив свой комментаторов, которые бы нам смогли это обеспечить. При этом для нас очень важно качество картинки и какие-то такие мелкие вещи, там, заставки, какие-то активности. То есть, чтобы это было приятно смотреть, там, приятно было глазу, скажем так. Чтобы это не было похоже на все те стримы, которые мы сейчас знаем. Это момент номер раз. Далее направление стримов от самих игроков. Здесь уже человек получает инсайдерскую информацию, он сближается на настолько короткую дистанцию с игроком, что вот он чувствует, что вот, да, он здесь и сейчас. Он погружается в этот мир, он видит изнутри то, что, в принципе, ну, не знаю, если бы было тогда, когда я играл, я бы вообще сутками бы напролет смотрел тренировки или, допустим, миксы топовых игроков из их глаз, слушая, там, то, о чем они говорят, как они принимают решения. То есть сейчас это есть у лолеров, там, у двух игроков, но в скором времени, там, были пробы у нас с кейсерами, это будет у дотеров, у кейсеров, у лолеров. Это второе направление. Направление третье, то, что у нас появляется сейчас каждую неделю, это трансляции с составом. Прямые включения, где игроки наши отвечают, да, там, задний фон желает пока, оставляет желать лучшего, но, как бы, мы это пофиксим. И третье, это может быть такой формат, ой, четвертое, это формат телевизионный, например, когда есть студия, я думаю, мы уже на базе определили то место, где мы ее оборудуем, есть уже отдельная комната под это, все готово, там, остается решить технические моменты и оформить задний фон. Но это, я думаю, что не раньше мая. Вот. Тут уже будет трансляция носить характер, там, больше похоже, как на телевизор. То есть человек включает, смотрит, он получает какую-то информацию по новостям об М5, он видит какие-то сюжеты, он видит комментарии, какие-то включения с игроками, идет аналитика, общение, там, на связь выходит то, там, допустим, я, то Дима смело, то еще кто-то. Это получается такой, там, мультифункционал, как бы, на любой вкус. Вот. Ну, это уже высший пилотаж, это самое, что ни на есть, там, высокая планка, это сделать тяжелее всего, тем более в хорошем качестве, без всяких задержек, и чтобы это было на постоянной основе. Тут уже придется над этим попотеть, пока мы делаем отдельные эти моменты. То есть вот три направления трансляции с участием матча М5, трансляции от игроков личные, того, как они играют, они стримят свои игры, и третье – это трансляции с командой. У нас уже там было, там, с лойлерами мы делали две, с девочками делали две и с кейсерами одно. Окей, скажи, видишь ли ты какую-то глобальную, конечную цель, черту, после которой ты бы мог сказать, да, я сделал все, что я хотел в сфере компьютерного спорта. То есть есть ли какая-то пиковая точка, которую ты стремишься достичь? Ну, если, например, мы принесем такое количество побед России, что на нас обратит правительство, и компьютерный спорт снова получит статус официального вида спорта, если игроки, будь то Москва 5, будь то других организаций, и после победы будут постоянно появляться на центральных телеканалах, их будут поздравлять люди, которые стоят во главе нашего государства. Если они действительно будут видеть, какой некий отклик и благодарность со стороны средств массовой информации, со стороны государства, я думаю, что это наивысшая точка. Ну, другой еще момент, конечно, для меня всегда было, ну, тут нет наивысшей точки, для меня всегда было очень важно завоевать как можно больше медалей в копилку России. Будь то там это сборная, не сборная, неважно, какая бы то ни была дисциплина, принести медаль в копилку своей страны, это самое важное. Но тут лимита нет, тут чем больше, тем лучше. Вот поэтому это как-то нельзя обозначить, тут какой-то предел. Вот, наверное, из пределов, которые можно обозначить, это вот добиться признания, скажем так, того, чем мы все занимаемся столько лет, добиться признания на самом высоком уровне, и признания не на один раз, а на долгое время, чтобы это осталось потом тем, кто продолжит это дело. Немного провокационный вопрос тогда. Говоря о твоих целях, они не противоречат, в принципе, такой ситуации, когда ты бы по тем или иным причинам покинул Moscow Five и присоединился к какой-либо другой организации. Рассматриваешь ли ты такую ситуацию, возможно ли она там в течение, ну, года-двух? Нет, даже близко не рассматриваю. Вот, и вообще, скажем так, когда я приходил в М5, ну, я бы не должен был сейчас всем этим заниматься, меня опять затянуло, потому что, ну, невозможно уйти из любимого дела, которому ты посвятил много лет. Я попробовал, да, думал, что получится. Ну, получилось у меня на год. Потом я по чуть-чуть, по чуть-чуть одним глазом стал возвращаться, потом стал смотреть трансляции, потом меня все-таки уговорили пойти в М5 просто сделать сайт и, ну, как, направить, скажем так, заняться там только направлением одним – сайт команды и все, больше ничего, Кость. Ну, и в итоге я уже весь с головой полностью в этом. Я не вижу ни в ближайшей, ни в более длительной перспективе себя в какой-то другой организации. Ну, мало того, что я не из тех людей, кто бегает из одной организации в другую, вот, даже если будут условия лучше, вот, при этом в М5 сейчас мы построили не только сильную организацию в плане внутреннего устройства, но и сильную организацию. Я сделаю одну ремарку, говоря о другой организации, здесь может идти речь не обязательно о каких-то прямых конкурентах, а там, ну, например, ФКС или вот какая-то структура аналогичная. В этом плане. Ну, как вариант. Может быть, совмещать, наверное, потому что все равно мне, сколько я себя в разных там уже не пробовал, там, не знаю, не пробовал я разные роли в киберспорте, все равно мне больше всего вот нравится быть внутри, вот, в гуще событий. Киберспортивного коллектива и действия этой команды. Да, то есть, может быть, там, ну, как бы это мультифункциональность, да, то я пишу новости, то я, допустим, могу зайти на стрим, то я участвую в тренировочном процессе, то я решаю организационные проблемы команды, то я нахожусь на переговорах со спонсорами, то я там общаюсь со средствами массовой информации, вот все-все-все это, но быть внутри какой-то организации киберспортивной, внутри вот этого движения и быть ее частью и вносить свой вклад в победу. Вот как бы вот это вот, победы эти могут быть разные, победы могут быть вот в виде, там, посещаемости сайта, победы могут быть в виде, ну, естественно, там, понятно, как бы там достижений на каких-то турнирах, победы могут быть в виде признания, там, России, появления команды на телеканале и так далее. Они разные, но все это победы, и вот я получаю удовольствие, когда я принимаю активное участие именно в этом. Потому что если бы я был в какой-то госструктуре, ну, не знаю, я пока себя не вижу. Конечно, как говорится, не зарекайся никогда. Возможно, спустя годы мне больше будет это привлекать меня. Но на данный момент нет. Даже в течение года-двух я не вижу себя там. Окей, большое спасибо. С тобой очень интересно общаться, действительно искренне.